Детский спорт Здоровье в приоритете. Еламед организовал форум медорганизации региона. Мещерская кладовочка. В чем преимущество российских овощей, фруктов и ягод, узнаете в нашей программе. В Рязань приехала трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира Ирина Роднина. Визит сугубо рабочий. Посмотреть, как в Рязани проходит реализация федерального партийного проекта «Детский спорт». Пусть бильярдные столы в школе и смотрятся довольно-таки экзотично, предназначены они именно для школьников. И сделаны они не для развлечения. Здесь ребята проводят внеклассные занятия. И это только часть общего развития спорта. В большом спортивном зале сегодня занятия сразу по нескольким направлениям. Художественная гимнастика и единоборство. На дежурной вроде бы тренировки вдруг происходит яркое событие. В зале трехкратная олимпийская чемпионка, а ныне заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина. Она также координатор федерального партийного проекта «Детский спорт». Поэтому ей важно увидеть, как этот самый проект реализуется. А детям важно услышать наставление чемпионки. Пожелать я хочу еще и то, чтобы всю жизнь мы могли дружить со спортом. Могут меняться виды спорта. Да, это не обязательно. Спорт есть профессиональный, многие сранивают на своего друга. Но спорт – это твой друг пожилой. Это гарантия успеха, это гарантия здоровья, это гарантия интереса. По проекту «Детский спорт» в регионе отремонтировали больше ста спортивных объектов. Построено несколько десятков многофункциональных площадок открытого типа. В списке несколько спортзалов и шесть плоскостных спортивных сооружений. По этому же проекту образовательные учреждения закупают современное оборудование. Я вас искренне приветствую и надеюсь, что наша дружба, она будет расти. Что мы в данном случае будем вместе бороться за нашу замечательную Рязань. И недавно и президент назвал это, что это центр душа России. Давайте все-таки эту душу сделаем физически крепкой. А еще Ирина Роднина приехала в Рязань, чтобы поговорить о школьном спорте и посмотреть на тренировку молодых кикбоксеров и гимнасток. Экскурсию ей провели именитые спортсмены и директор школы. Результатом бывшая фигуристка осталась довольна. Наверное, сегодня это тот самый день, когда мы должны задуматься, а что выучить? Кто через 10, 20, 30 лет будет определять развитие страны? Те, кого выучите, какими они будут? Это будет личность целеустремленная? Это будет здоровый человек? После совещания по вопросу развития школьных спортивных клубов делегация отправилась в спортшколу «Айсберг». Валерий Седов, Дмитрий Фимов. Телекомпания. Город. В Рязани стартовал седьмой форум медицинских организаций Центрального федерального округа. В этом году впервые он организован Рязанским медицинским центром «Еломет» совместно с Центром стратегических инициатив «Частное здоровье». Плюсы и минусы частного здравоохранения. Стратегия развития медицинского бизнеса – это только часть тем, которые обсудили на седьмом форуме частных медицинских организаций. Он был организован Медицинским центром «Еломет» совместно с Центром стратегических инициатив «Частное здоровье». В Рязани такой форум организован впервые. Своим опытом делятся именитые эксперты, кандидаты и доктора медицинских наук. Член Общественного совета управления Роспотребнадзора. На форум приглашены руководители ведущих медицинских клиник из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира. Всего 27 регионов. Однако самые важные слова сказал директор Рязанского медицинского центра «Еломет». Государству и людям необходимы частные клиники. Это факт. Они разгружают государственную медицину в экстренных ситуациях, что и подтвердило пандемию. К тому же отчисляют в бюджет немалые налоги. Но при этом фактически частная медицина до сих пор не стала частью системы здравоохранения. Медицинский центр «Еломет» работает уже два с половиной года, и все эти проблемы мы испытываем на себе. Поэтому сейчас мы стремимся всячески содействовать тому, чтобы частная медицина развивалась, становилась все более эффективной и закрепилась на позиции равноправного партнера государственной медицины. Частное здравоохранение в России развивается семимильными шагами. Форум – единственное место, где на каждый вопрос можно получить развернутый ответ. Основные трудности – вопросы управления, организации медицинского бизнеса и правовой защиты. Медицинский центр «Еломет» достаточно благодатная для развития частного бизнеса в нашей медицине. Посмотрите, проанализируйте нашу частную систему здравоохранения. Она нашла удобную нишу свою, сервису красной системы. И поэтому восполняет именно те потребности населения, которые может дать частной системе больше комфорта, больше условий, и это, скорее всего, привлечение наших предыдущих медицинских специалистов в рабовой причастной системе. На форуме такого масштаба можно также обменяться уникальным опытом, получить точные ответы на возникшие вопросы и повысить эффективность своей работы. Мероприятие продлится два дня. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Дело о гибели школьника в Рязанском аквапарке «Окская жемчужина» направлено в суд. Об этом сообщает Генпрокуратура Российской Федерации. Фигуранты дела – трое должностных лиц учебного заведения, где учился мальчик и руководитель турагентства. Все обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли смерть человека. В 2020 году ученик школы города Узловой Тульской области 12-летний мальчик вместе с классом отправился в Рязанский аквапарк «Окская жемчужина». Казалось бы, рядовая поездка, каких в течение года бывает немало – то в Питер, то в Ясную поляну. А тут всего лишь аквапарк под Рязанью. Но что-то пошло не так. По версии следствия, директор школы города Узловая Тульской области в сентябре 2020 года по договору с туристическим агентством была организована поездка учеников в аквапарк, расположенный в селе Поляна Рязанского района Рязанской области. Нарушение требований законодательства образования перед поездкой руководителем школы не было обеспечено необходимое количество сопровождающих педагогов, а незаконные действия со стороны директора не были своевременно пресечены исполнителем договора, руководителем туристического агентства, осуществляющего доставку детей в аквапарк. Почему школьник, не умеющий плавать, оказался без присмотра – главный вопрос, ответ на который искало следствие. Мальчик захлебнулся. Тело ребенка в волновом бассейне заметил инструктор. Издание «Тульский вестник» публикует слова одного из свидетелей несчастного случая, работавшего в аквапарке фотографом, который рассказал, как вместе с инструктором пытался спасти мальчика. Ребенка без чувств отнесли в медпункт, где он умер, не приходя в сознание. По словам фотографа, в момент происшествия никого из сопровождающих рядом с мальчиком не было. Заместителем прокурора Рязанской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех должностных лиц образовательной организации и руководителя туристического агентства, расположенных в Тульской области. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступления, предусмотренные пунктом В, части 2, статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по осторожности смерть человека. Проведенная по инициативе обвиняемых, экспертиза выявила ряд нарушений. Эксперты пришли к выводу, что на момент трагедии никто из сотрудников «Окской жемчужины» не проходил обучение по оказанию первой помощи пострадавшим. А журналы-инструктажи оказались пустыми. Последние должностные инструкции под подписью вручали сотрудникам «Аквапарка» аж в 2015-м. У «Аквапарка» даже не было лицензии на оказание первой медицинской помощи. В тот день там работал сотрудник без соответствующего сертификата. В «Волновом бассейне» тоже нашли недостатки. Обвиняемую вину не признают, однако следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Рязанской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. По самому жесткому сценарию подсудимым грозит лишение свободы на срок до 6 лет. Провокация со стороны толпы. И вот несколько осужденных оказываются на свободе. Для исправительной колонии случай экстраординарный. Но в этом и суть комплексных учений итог. Обучить курсантов безошибочно действовать в самой серьезной ситуации. В течение недели пятикурсники Академии ФСИН России успели отработать десятки подобных вводных. Курсанты в полной экипировке выдвигаются на территории учебного центра Росгвардии. Впервые за 25-летнюю историю учений будущие выпускники все роли забрали себе. Раньше радикальными зэками были действующие сотрудники. Мы сегодня выполняем роль осужденных. То есть мы в учреждении организовываем бунт непосредственно с администрацией учреждения. И в последующем наша задача, чтобы нас не забрали, так скажем, чтобы нас не повязали. По словам пятикурсников, побывать, что называется, в шкуре заключенных позволяет лучше понять менталитет спецконтингента, их манеру общения и так называемые подводные камни, например, при освобождении заложников. Через несколько недель пятикурсники приступят к реальной работе в своих территориальных органах. Учение – итог, своего рода возможность отшлифовать основные навыки. Данными учениями проводится и отрабатывается 25 вводных. И это та практическая составляющая, которая позволит действительно закрепить на практике те теоретические знания, навыки, как я уже говорил, для того, чтобы в дальнейшем уже на практике использовать их. Игровые коллективы сформированы по принципу исправительных учреждений с полной организационной структурой, где есть начальник, заместитель, сотрудники всех основных отделов и служб, чтобы каждый курсант мог найти себя именно по той специальности, которую он осваивает в ВУЗе. После получения диплома я направлен в Республику Крым, в сезон номер один по городу Симферополь. И на должность инспектора режима. Это семейная. Отец у меня, правда, в МВД. Но решил сюда. С гордостью, конечно, буду носить погоны. Служу России. По поводу того, какая задача сложнее, собрать улики с места преступления или грамотно оформить протокол и текущую документацию, мнения участников разнятся. В их специальностях мелочей не бывает. Все решения участники игровых коллективов принимают самостоятельно. Как провести оперативное совещание, расследовать условное убийство осужденного с помощью криминалистической техники, рассматривать ходатайство осужденных об условно-досрочном освобождении и переводе в колонию поселения, открыть удаленный производственный участок. Навыки обысково-досмотровых мероприятий участники учения отработали в исправительных колониях 5, 4 и К2 УФСИН России Паризанской области. С предыдущим этапом курсанты Академии УФСИН России справились на оценку отлично. Сейчас у нас предстоит освобождение лиц захваченных удержанных в качестве заложников на объекте УФСИН России. Промежуточные итоги комплексных учений «Итог-2022» подведут на оперативном совещании. Именно тех, кто лучше всех справился с высшей формой оперативно-служебной и профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы, прозвучат в актовом зале по окончании учений. Олеся Харлина, Марина Романюк, телекомпания «Город». Говорить об успехах взрослых спортсменов можно долго. Годами они шли к своим достижениям. Мартин Кузнецов – новое имя в мире тайского бокса. И пусть ему всего 9 лет, результаты удивляют и специалистов, и зрителей. Спортсмен в синем, который наносит сразу несколько ударов коленом своему оппоненту – 9-летний рязанец Мартин Кузнецов. Это всего лишь шестой бой в его карьере тайского боксера. В этот раз Виктория по очкам. А всего несколько дней назад Мартин победил в другом поединке. Безоговорочно. Золотая медаль в кубке маршала Жукова. Выиграл его я в третьем раунде. Мы работали в клинче, и он упал и подвернул себе ногу техническим нокаутом. Это уже кадры того боя. Мартин все так же в синем. Вот оба падают в клинче, но боец в красном встать уже не может. Это уже второй триумф за неделю. Держал спортсмен в синем углу. Кузнецов Мартин. Он занимается с осени и вкатился быстро в тренировочный процесс и умудрился выиграть. Не все взрослые спортсмены так у всех получается выступать. За семь дней ровно, за одну неделю он умудрился выиграть два турнира. Мартину Кузнецову всего 9 лет. За год он провел 6 боев, 4 из которых выиграл. Естественно, из-за возраста у него есть и свои послабления. Раунды длятся всего минуту, а тренировка идет час с небольшим. Тренер Владимир Печерских рассказал, что у детей упор идет больше на физподготовку и на закалку характера. Однако и в этот минимум для своего возраста Мартин выкладывается по-взрослому. Сейчас спортивный сезон по тайскому боксу на исходе. Если бой и будет, то только в конце мая. Но тренер пока загадывать не спешит. На лето распишут программу, чтобы уже в сентябре быть готовым к новым вершинам и спортивным вызовам. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Рязанский театр «Кукол» готовится к премьере. В конце мая зрителям представят спектакль для взрослых «Синяя борода». Жанр постановки авторы определили как путь и шествие внутри себя. Французская народная сказка «Синяя борода» хорошо знакома русской публике, главным образом в версии Шарля Перо. Сейчас это имя ассоциируется прежде всего с детской литературой, что наверняка удивило бы самого Перо. Он писал прежде всего для взрослых. И «Синяя борода» убедительно это доказывает. Режиссер Анна Конан, знакома рязанцам по театральной акции «Луна. Одна для всех». Уже четырежды на рязанских смотринах Анна работала над постановкой. Пластика, хореография, акробатика и акцент на невербальное. Ее авторский почерк. Так будет и на этот раз. Сказка Шарля Перо – лишь отправная точка. Интерпретация режиссера не привязывается к сюжету. «Синяя борода» в данном случае лишь образ. И для каждого он несет свое. Страхи, которые мы рождаем сами, страхи, которые приходят, приобретенные страхи, стереотипы какие-то мышленческие, которые в нас заложены с детства. Как они руководят нами и как они мешают нам жить. И о пути, которые каждый человек должен преодолеть, чтобы добраться до своей внутренней комнаты со своими трупами на стенах, со своими страхами, со своими вещами. И как, может быть, попробовать их победить. А может быть и не надо, а может быть и надо. Каждый человек выбирает сам. Кому-то спокойнее уйти в себя и прожить всю жизнь, ничего, никуда не выходя из своей зоны комфорта, из своей комнаты. А кому-то, может быть, хочется из нее когда-нибудь выйти. Авторы спектакля исследуют миф о синей бороде. Его истоки, границы и формы. А так как в театре кукол возможно все, миф превращается в пластическую фантазию. Путь и шествие внутрь себя предстоит как главным героям, так и публике. Всю дорогу путешественников будет сопровождать живая музыка. Изначально у Ани были референсы. Это та музыка, под которую они придумывали хореографию, потому что работа началась задолго до моего появления с артистами. Мы отталкивались от этой музыки, которая вдохновила и Аню, и Пашу, художника по полости. Мы начали соображать, как бы это могло быть. Я очень люблю работать с живыми музыкантами. Мне кажется, что такая работа, она... Это и удобнее, плюс это такая лабораторная получается история. Над спектаклем работает творческая группа из Москвы. Хореографию и трюки, вокальные партии выполняют рязанские артисты. Как и музыкальное сопровождение, обеспечено исключительно силами кукольного театра. Премьерный показ запланирован на 28 мая. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Ягоды, овощи и фрукты от фермеров России. В Мещерской кладовочке можно найти фрукты и овощи на любой вкус. Гордость продаж – краснодарская клубника. Ее собирают вручную, чтобы не повредить нежные ягоды. Ягоду в Мещерскую кладовочку, кстати, доставляют ежедневно. Мещерская кладовочка – сеть магазинов овощей и ягод из Рязанской области. То есть свое, родное. Торговые точки у круиза и премьер уже давно известны горожанам. Их можно увидеть издалека. Ни за что не ошибетесь. Упор в дизайне сделан на деревенские дома прошлого века. А главное отличие от остальных – соломенная крыша. Мещерская кладовочка начинает свою работу, когда созревает краснодарская клубника. Ягоды напрямую поступают в Рязань из фермерских хозяйств Краснодарского края. Кстати, клубника из Краснодара растет невероятно сладкой, сочной и ароматной. Собирают ее вручную, непосредственно перед отправкой, чтобы не повредить нежные ягоды и в полной мере сохранить яркий вкус. Ягоду эту, кстати, в Рязань доставляют ежедневно, в рефрижераторах. Наша компания несколько лет занимается поставками в Рязань свежих ягод и овощей. Упор мы делаем на закупку именно у фермеров, напрямую у производителей. Работаем только с отечественными производителями. Все наши поставщики – это в основном мелкие фермеры, которые делают ставку на качество. Сейчас мы работаем с краснодарской клубникой. Это такой всероссийский бренд, можно сказать. Клубника – это всегда свежая, ничем не обработанная. Будут также другие добавляться ягоды, фрукты, овощи по мере созревания. Помимо краснодарской клубники, в Мещерской кладовочке есть в продаже овощи и фрукты от российских фермеров. Подмосковная спаржа, огурцы и зелень, узбекистанские и азербайджанские фрукты и овощи, которые уже заслужили доверие у покупателей. Компания «Мещерская кладовочка» на Рязанском рынке уже несколько лет. Продает овощи и фрукты не только в розницу, но и оптом. Последние три года на прилавках Мещерской кладовочки суперполезный продукт. Свежая спаржа из Коломенского района. Весной на городских улицах всегда много торговцев овощами и фруктами. Но объяснить происхождение товара и гарантировать его качество может далеко не каждый. В Мещерской кладовочке есть все сертификаты соответствия и качества. Купила клубнику и спаржу. Очень часто посещаю Мещерскую кладовочку. Здесь продаются разнообразные фрукты и овощи, а также продаются грибы и ягоды. И постоянно сюда хожу и для ребенка очень это все покупаю. Я уже не первый год здесь у них покупаю. Всегда продукты очень вкусные, очень свежие. А вот такие вот помидорчики желтенькие, я прям килограмм взяла, не могу оторваться. Очень вкусные помидоры, огурцы какие необыкновенные у них. И цены, самое главное, цены я вообще была очень удивлена. Перец, очень вкусный перец, хороший. Кроме всего прочего, мне очень нравится у них вот эта стилизованная лавочка, приходишь сюда. Очень приятно покупать, красиво, ну просто красиво. Ассортимент Мещерской кладовочки постоянно расширяется сезонными товарами. На прилавке по мере созревания появляется черника, малина, смородина, вишня и, конечно, грибы. Когда мы стали открывать розничные точки, мы решили чем-то привлечь покупателя. Опять же, подсмотрели идеи на стендах, на выставках в Москве. Но нас зацепило оформление в нашем народном стиле. Сами мы тоже из сельской местности. Поэтому что-то свое еще лежало в доме, что-то подарили соседи, узнав о нашей идее. Сейчас наш стиль такой достаточно узнаваемый, наши торговые точки узнаваемые. Многие малыши очень хорошо реагируют, многие даже не видели некоторых предметов. И для детей это получается как мини-музей. Свежие, натуральные и вкусные овощи. Рязанцы и гости города могут приобрести ежедневно с 9 утра и до 8 часов вечера. Торговые палатки ждут вас сбоку у торгового центра «Круиз» и у центрального входа торгового центра «Премьер». До 21 мая в Рязани будет работать выставка продажи икры и рыбы Камчатской. С момента открытия рядом с прилавком образовалась очередь. Рязанцы хотят попробовать и приобрести дары Камчатского края. Доступно, вкусно и полезно. Камчатский край невероятно богат на рыбу, которая пользуется спросом у рязанца. Горожане уже знают, что у торгового центра «Премьер» работает выставка продажи икра и рыба Камчатская. Где любители икры и рыбы покупают вкусные, а самое главное – свежие, незамороженные рыбные деликатесы. Очень хорошая и вкусная рыба. Нравится она мне по вкусу и всего. Ну как приезжают, так и берем. Сначала одну попробуем, потом другую. Нам нравится. Нам нравится. Очень хорошо. Я купила почти полкило икры. Я у них всегда покупаю. Как только объявят, что с понедельника, я всегда покупаю у них икру. Для профилактики и лечения модных нынче вирусных заболеваний предлагают самые разные лайфхаки. В том числе особые диеты. По словам врачей, более тяжело. Заболевания протекают у людей с дефицитом витамина D. А этим витамином как раз богата морская рыба. Например, чавыч, которую еще называют королевским лососем. Какую рыбу решили взять? Чавычу. А почему его? Потому что там много, объявленные три и микро, и макро. По телевидению передавали, что на первом этаже продается Камчатская рыба. Покушать надо. Камчатская вкуснее. Икра тоже вкуснее. Шустро работает. Не обвешивает. Другой камчатский деликатес, который здесь можно приобрести, это икра. Состав натуральный, уверяют продавцы. Сама икра и соль. Она богата витаминами А, Д и Е. А также белками и фосфором, кальцием и полинасыщенными жирными кислотами. Выставка продажи икры и камчатской рыбы расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 21 мая включительно. Герман Гущин, Михаил Азоткин, телекомпания «Город». Партнером выпуска является икра и рыба «Камчатская». У меня же все новости на сегодня. До свидания. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 16 по 21 мая. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова